Вадим, твои впечатления по сегодняшней игре? Мы рады победе, конечно, 4-1 еще, тем более неудачные пенальти чуть-чуть надломило нас, но мы вышли после перерыва и показали характер, и я думаю, заслуженно победили Первый гол, быстрый получился, насколько это повлияло на игру команды? Ну, конечно, быстрый гол, всегда приятно забивать, потом отсчеты на контратаках, проще играть, но мы гнули дальше свою линию, насколько получилось, возможно, не до конца, тем более потом этот пенальти опять же, но не знаю, я думаю, во втором тайме мы опять же начали играть в свой футбол и показали, что мы хорошо играли и будем играть дальше. Самый сложный отрезок сегодняшнего матча? Ну, наверное, промежуток 10 минут, где-то в середине первого тайма, что-то у нас на большом браке играли и пришлось слишком много бегать, как по мне. Ну, я так оцениваю со стороны, возможно, Тенецкий штаб посмотрит это видео и, может, там по-другому как-то будет, не знаю. Слуцку делал сегодня чем-то или ожидали такой игроки? Они ожидали, что они будут контролировать мяч, мы ожидали, что они будут на всех участках контролировать мяч, хотели перстинговать их и перстинговали. Не всегда получалось, потому что надо дать должное Слуцку, он хорошо держал мяч, мы не всегда успевали и Слуцк приятное дело. Самый главный вопрос, когда ты радовался голову, что это обозначается, что второй раз ты… Знаете, я так решил, что надо как-то привлекать внимание, надо как-то медийно все вести. Возможно, болельщики, может, потянутся еще больше, может, не знаю, дети потянутся больше. Мне не сложно это сделать, да и мне прикольно на тренировках мы что-нибудь там поговорим. Вот в прошлый раз с Женей Иваненко, сейчас с Игорем Костромом говорю, будь готов. Все, он будет готов, все. Что-нибудь просто в голову приходит, никакого смысла в этом нет. Я просто делаю что-нибудь, что-нибудь прикольно все. То есть ты перед матчем говоришь ему? Да, Игорь, будь готов просто, все. Он знает, что это будет, что за празднование, что он просто в этом моменте, типа, я бью, и он должен облокотиться назад, все. Может быть, какое в твоей карьере самое необычное празднование голову, кроме этого было? Да нет, ну, я в Вислаче, помню, договаривался, там, на гитаре играть. Я на гитаре играю, а администратор, там, выстреча, на барабане играет. Ну, разные. Ну, если я буду дальше забивать, я думаю, буду что-нибудь придумаем. Мы в целом, там, думаем, что-нибудь придумаем. Вот я насчет целого. Цел забьешь что-нибудь придумаем еще интересное. Если ты забьешь следующий, будет такой же или что-то новенькое? Не-не, я не повторяюсь. Не повторяешься? А в прошлый раз динамо, нет? Нет, так это с рук было. Это удары с рук. Сейчас ноги. А, это тоже боксерские приемы, но только немножко. Не-не-не, может в другом направлении. Но главное, чтобы была победа. Празднование, вы знаете, это просто легкий бонус. Спасибо большое. Пожел exacer. Спасибо.